Здравствуйте! О том, что происходит нового в партиях и движениях, мы сегодня поговорим с первым секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании Марии Прусаковой. Здравствуйте, Мария. Хочу поздравить вас. Наверное, все политические сайты и издания написали о том, что вы попали в число возможных преемников Геннадия Андреевича Зюганова, руководителя КПРФ. Кто-то написал серьезно, кто-то и в шутку, и всерьез. Расскажите немножко об этой истории, как вы отреагировали на заявление руководителя вашей партии? Ну, любые оценки председателя партии, естественно, для меня, как для коммуниста с 19-летним стажем, я с 2001 года уже член партии, конечно, очень значимый. Неожиданно это было? Ну, так как он назвал несколько преемников, а преемницу всего одну, могу сказать, что да, это вызвало определенный интерес к моей персоне, в том числе и со стороны даже журналиста, который брал у него интервью, потом он взял интервью у меня. Но мне кажется, конечно, Геннадий Андреевич, называя меня, моих товарищей, руководителей региональных отделений, заместителей молодых, председателя партии, конечно, хотел показать, что на сегодня у нас все-таки коммунистическая партия, это партия не одного человека, коммунистическая партия Российской Федерации. В ней есть действительно очень много, в том числе и молодых руководителей, вот он их и перечислил, но мне лестно и приятно, что... Ну, не так много, там 5 или 6 фамилий всего было названо, и вы в их число попали. Я думаю, что он же знал об этом, он держал это в голове, это же не просто так, он вспомнил и все. Это же все немаловажно, даже такие вот заявления, пусть и журналиста, может быть. Ну, если говорить о том, что были названы всего 4 первых секретаря региональных отделений, в их числе я, то, конечно, наверное, Геннадий Андреевич не просто так называл каждую из этих фамилий, Геннадий Андреевич не просто так все делает. Но это связано прежде всего с оценкой, наверное, моей деятельности как руководителя регионального отделения, потому что те результаты на выборных кампаниях, которые мы получали, в том числе и второй результат в стране по итогам президентской кампании, ну, наверное, говорит о каких-то более-менее, там, какой-то эффективности работы. Поэтому я это оцениваю исключительно как все-таки оценку деятельности со стороны Геннадия Андреевича, и всерьез, конечно, к этому не отношусь. Ну, и в то же время, видимо, действительно у вас есть свой кадровый резерв, как выяснилось, да, потому что, ну, все мы не вечны, и там возраст подходит не только Геннадия Андреевича. Вообще, в принципе, это вполне нормальная смена поколений, и, видимо, это тоже держится, скажем так, в уме, да, и вполне возможно, что какие-то подвижки, ну, пусть там в далеком будущем, но они предполагаются. Это тоже не просто же так, такое заявление было сделано. Ну, кстати, Геннадий Андреевич, отвечая на этот вопрос, подчеркну, что речь идет все-таки не о преемниках, и я считаю, что на сегодня, кстати, Геннадий Андреевич не намного старше действующего президента. Поэтому на сегодня вопрос о смене руководителя партии не стоит. Ну, он, да, неактуален, да. Он подчеркнул, что есть на сегодня смена, как он сказал, молодая и прекрасная, и вот перечислил моих товарищей, в том числе и меня. Но могу сказать, что такой вопрос периодически Геннадию Андреевичу задают, он периодически называет людей, так или иначе, ну, скажем так, рекламируя, демонстрируя. Это большое, действительно, на сегодня у нас большое количество есть молодых людей, молодых руководителей, в том числе, кстати, и женщины. Конечно, их не так много, потому что, как и в целом в стране, у нас чем выше уровень власти, тем меньше женщин. Женщины, как правило, у нас трудятся в первичном звене. Вот, поэтому, но я не феминистка и считаю, что коммунистическую партию в нашей стране сегодня должен возглавлять на федеральном уровне мужчина. Вот, поэтому, естественно, эти заявления, ну, я серьезно не рассматриваю, ну, относительно преемника, да. Но, тем не менее, в последнее время коммунистическая партия Российской Федерации очень много поводов дает и журналистских, и для слухов всевозможных. Вот, не так давно обсуждалась идея, тема, вброс, я не знаю, как это назвать, о том, что, возможно, Павел Грудинин пойдет в Госдуму, опять же, да, возвращаясь к этой теме, по Алтайскому краю. Вот, каким-то образом тоже это обсуждалось, ну, серьезно это обсуждалось у вас в партии или нет? Ну, я не скрою, что Центральный комитет поставил перед нами задачу определиться с кандидатурами на предстоящие выборы в Государственную Думу, тем более на фоне вот этих разговоров о возможном распуске, о досрочных выборах Государственной Думы и досрочных выборах Государственной Думы, которые, возможно, состоятся в декабре 2020 года или там в марте 2021. Естественно, мы на сегодня введем полномасштабную подготовку. Со стороны Краевого комитета также были озвучены предложения, они были озвучены на кадровой комиссии Центрального комитета, я с ними выступала. Это, ну, скажем так, внутри, пока внутренняя информация, вот, но не буду скрывать, кандидатура Павла Николаевича, как кандидата по одномандатному округу в Алтайском крае на сегодня, естественно, рассматривается. Более того, этот вопрос согласован с Павлом Николаевичем, то есть это не инициатива алтайских коммунистов исключительно, да, это все-таки, ну, скажем так, объективные обстоятельства, потому что результаты выборов президентских действительно говорят о том, что самый высокий уровень поддержки на сегодня у Грудинина был в Якутии, в Алтайском крае. Мы второе место заняли, поэтому абсолютно очевидно, что Павел Николаевич, в том числе, рассматривает Алтайский край как регион, от которого он бы мог избраться депутатом Государственной Думы, тем более, что специфика нашего региона, сельскохозяйственная, да, позволила бы, ну, в моих представлениях все-таки из Алтайского края сделать такую территорию, территорию социального пессимизма, такой совхоз имени Ленина в масштабах Алтайского края. Поэтому, конечно, и алтайским коммунистам, и мне лично очень бы хотелось, чтобы Павел Николаевич действительно представлял Алтайский край в Государственной Думе, и если так случится, то мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы это состоялось. Ну, и не утихают страсти по поправкам в Конституцию. Не изменилась позиция Коммунистической партии Российской Федерации по этому поводу, вот то, что вы предлагали? — Наша позиция, она остается прежней. На сегодня подготовлен целый ряд поправок. Основные принципиальные, ну, они касаются, прежде всего, пенсионной реформы. Мы считаем, что в Конституции необходимо закрепить возраст 55, женщины 60 лет для мужчин, для того, чтобы отменить повышение пенсионного возраста. Ряд других поправок, такие как национализация, ну, и основные наши программные пункты, с которыми мы всегда выступаем, которые бы действительно могли сделать наше государство на сегодня социально ориентированным, о чем заявляется, а на практике мы не видим. Предстоит второе чтение. Если наши поправки не будут приняты, то фракция КПРФ их не поддержит. И, исходя из этого, мы уже тогда будем либо призывать участвовать, либо призывать не участвовать, так как будем считать, что, ну, все-таки это такая легкая, скажем так, провокация, целью которой являются все-таки, ну, совершенно другие вопросы решить за счет изменений в Конституцию, а вовсе не те заявления, которые делал президент о пересмотре Конституции, главной задачей которой является вот все-таки там, в том числе решение ряда социальных вопросов. Мария, напомните, сейчас в регионах идет обсуждение, да, и в Алтайском краевом законодательном соревновании тоже будут какие-то там решения приниматься, да? Я так понимаю, что без оценок все-таки региональных парламентов не обойдется. Надеюсь, что предстоит нам все-таки широкое публичное обсуждение тех предложений в Конституцию, которые сегодня поступают, потому что их действительно огромное количество поступает и в наш адрес, и в адрес наших товарищей, которые сегодня у нас работают в комиссии, это Смолин и Афонин. Вот, поэтому все эти предложения мы передаем, они действительно сегодня, ну, достаточно серьезно обсуждаются. Если есть хоть какие-то реальные, ну, скажем так, основания, ну, целесообразность их принятия, то они, конечно, вносятся. Хотя, если говорить в целом, я бы могла высказать свою точку зрения, конечно, ну, на мой взгляд, мы сегодня говорим все-таки о незначительных изменениях Конституции, потому что первая, вторая и девятая статьи о Конституции меняться не будут. А это основополагающие, и многие предложения, которые сейчас звучат, в том числе от президента, без изменения этих статей, ну, они просто вступают в противоречие. Поэтому, ну, на мой взгляд, на сегодня те процессы, которые идут в отношении изменения Конституции, ну, мне кажется, мы получим, мягко говоря, не тот результат, на который все-таки рассчитывали. То есть сначала в региональных парламентах, потом это поступает в Госдуму, да? Да, она рассмотрит, также затем подпишет президент, и после этого будет ориентировочно на 22 апреля, я так думаю, что это дань уважения все-таки к юбилею Владимира Ильича Ленина, этот день будет объявлен выходным, вот, поэтому... Там будет не референд, а на голосование. Да, всенародное голосование. Большое спасибо за содержательную беседу, Мария, удачи вам, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была первая секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании Мария Прусакова. Спасибо за внимание, до встречи.